Здравствуйте, представители знака Зодиака Скорпион! 2024 год по месяцам. Второй прогноз на удачу и успех. И условно 2024 год для вас можно разделить на две части. Первая половина года будет больше посвящена, увы, терпению, мои дорогие скорпионы, и концепции умения ждать. А оставшиеся шесть месяцев будут характеризоваться как раз действием, движением, приложением, усилий, но, знаете, так вот как будто метко должны выстрелить и попасть точно в цель. Юпитер несколько может усложнять для вас планы, но Сатурн, мои дорогие, который в рыбах, он будет на вашей стороне. И это очень серьезная планета, помощник. И до конца года он будет вашей поддержкой во всех вопросах, во всех начинаниях, касающихся согласований, каких-то контрактов, может быть, контактов с вышестоящими людьми в разных инстанциях, продвижении ваших планов, продвижении по карьерной лестнице или достижении чистолюбивых амбиций в хорошем смысле тоже Сатурн будет помогать. Не забываем, что Сатурн – это у нас провластная планета, и в данном случае это действительно мощная поддержка и союзник. И для вас Сатурн может стать как фортуна, понимаете, в 2024 году, которая раздает подарки. Но правильно применить свои усилия. Все же Сатурн – медленная планета, или мы говорим мрачный Сатурн. Поэтому вот эта самая выдержка, или, как мы сказали, умение ждать, будет очень актуальна в первые месяцы 2024 года. И также Сатурн будет вам помогать, сопровождать вас при условии, если вы уважаете власть, законы и систему, иерархии. Где-то не прыгать через голову начальства, правда. Может быть, сдерживать какие-то порывы, ну, импульсивные. И тогда, ну, нет ничего для вас, мои дорогие, невозможного. Вот давайте узнаем. Не всегда, конечно, планетарные прогнозы сходятся с картами Таро. Ну, я так надеюсь, что вы сумеете переложить какую-то свою историю, ситуацию, может быть, на образы карты, и подсказки для вас будут. И чтобы было больше подсказок, я должна еще предложить вам, даже рекомендую. Есть на канале такое видео. 2023 год, второй полугодие, тоже по месяцам. И вы, для кого интересно, можете перейти по ссылке, которую я оставлю в инфобоксе, в описании под видео, и уже с сегодняшнего дня по каким-то реалиям посмотреть, как у вас проигрался прогноз на второе полугодие 2023 года. Может быть, больше где-то подсказок было не по солнечному знаку, а по асценденту, а для кого-то и по Луне. Иногда у нас асценденты как раз больше дают, ну, больше информации, наверное, по событиям реальной жизни. Хотя это очень индивидуально. Итак, у нас одна карта. Это будет означать месяц. И для вас, мои дорогие скорпионы, 2024 год. Первый месяц на удачу и успех январь. Пусть он уже начался, но тем не менее, недели, дни у нас еще остаются. Что нам подскажут карты? На удачу и успех февраль в 2024 году для вас, скорпионы. Март, как видят карты. Апрель, май и июнь. И мы посмотрим на вторую половину года. Захотелось перемешать. Итак, июль, август. На удачу и успех. Сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Посмотрим, что же в январе. Паш Кубков. Вообще, январь как будто спокойно и неспешный. У кого-то могут быть вопросы семьи. У кого-то, знаете, вообще хорошее настроение. Ну, по крайней мере, до конца января. Вот нам об этом говорит карта. Или вопросы, связанные с детьми. Может быть, будете участвовать в их проектах. Причем это могут быть дети совершенно разного возраста. И, может быть, правда, какие-то проекты детские вы будете поддерживать. С другой стороны, какие-то приятные новости или ваше желание что-то осуществить. Сама по себе некрупная карта и неспешная. Как раз она больше говорит о спокойствии. Может быть, и где-то своего рода пауза. Или даже если это про личную жизнь, про какую-то любовную историю. Правда, у кого-то может проиграться самое начало зарождения только отношений, как интерес друг к другу. Но пока нам карта не говорит о каких-то долгоиграющих планах. Февраль. Прекрасная карта заслуженного успеха. Для кого-то из вас в феврале придется, может быть, куда-то отправиться. Или вы намеревались существить переезд куда-то очень далеко. По этой карте все-таки мечи мы можем быть вынуждены куда-то поехать, чтобы в конкретной местности, на месте решить те или иные вопросы. Карта про заслуженный успех нам тоже говорит не именно в феврале. А в зависимости от приложенных усилий в феврале какой-то успех нас ожидает позже. Вас, мои дорогие скорпионы. По этой карте очень хорошо проигрывается смена сферы деятельности. Начало каких-то новых проектов. Или когда мы изучаем языки. Языки, может быть, как иностранные, так и программирование. Пробуем себя, ну, как проба пера, может быть, в совершенно новом творчестве. И как будто тут тоже сообразно нашим приложенным усилиям будет обязательно успех по этой карте. Хоть она и достаточно темновата, но вот такой смысл идет, как именно успешность. А почему? Потому что у нас хватает сил и мужества идти вперед. Поэтому, каковы бы не были поставленные задачи или обстоятельства, как будто нужно продолжать, мои дорогие скорпионы, и быть готовым словно к неожиданностям. По этой карте это может свидетельствовать еще, знаете, как смена планов, правда. Может быть, и вы куда-то собирались отправляться. И вы можете как раз отменить эту поездку. Или человек к вам намеревался приехать, и тут тоже может быть своего рода пересмотр планов. Поэтому у каждого немного по-своему. Но если мы говорим на удачу, на успех, то как раз какие-то приложенные усилия окупятся сторицей. Но никаких эмоций. Все же мечи. Здесь больше логика, рационализм. И, мои дорогие, интуиция. А вас интуиция ведет очень правильно. Но что-то, если как удачу, как будто не упустить, это будет важно. Карта, она на вид такая, как и не крупная, и вроде бы не такая яркая, не предвещает сама по себе эмоций. Но шикарный смысл. Почему? Любая шесть – это всегда победа. И поэтому, если мы смотрим прогноз на удачу и на успех, Будьте готовы, мои дорогие скорпионы, к, знаете, как какая-то идея вас или намерение может осенить. Или приходит информация, как будто попробовать себя в чем-то. Или в чем-то проучаствовать. Вот если осторожно, я бы сказала, что определенно стоит. Почему? Потому что, как только у нас Плутон, ваша планета-управитель, 21 января уже перешла в знак Водолея области рационального, она становится более чем реальной. И поэтому то, что для нас прежде было недопустимо, или мы думали, этого не может быть, ой, вот тут в течение 24 года мы не раз столкнемся с тем, что очень даже быть может. Поэтому каких-то табу или каких-то клише заранее, да, не ставить себе, а как раз быть открытому, новому, неизведанному. И кто знает, с пользой вашей интуиции еще, да, с нужными подсказками. Правда, то дело, которое поначалу выглядело, ну, никак. А в последующем будет вам означать, как успех, удача в чем-то. Поэтому будьте внимательны. Правда, тут такая замаскированная, как и удача, и успех. Март. Еще одна, шесть, две, по сути дела, карты победы. И здесь, с одной стороны, называют эту карту прошлого. И у кого-то может из вас проиграться прошлая любовь, которая себе напомнит. Или вообще это карта искренности. Это могут быть какие-то отношения, которые у вас сложились уже с человеком. Какая-то любовная история или, может быть, и дружеская, мои дорогие, скорпионная история, которая в марте, она, ну, либо о себе напоминает, либо это у вас появляется какой-то интерес. Или, может быть, обстоятельства жизни складываются так, что вам придется, ну, как-то общаться, какие-то вопросы совместные решать. Все-таки есть шесть. С другой стороны, ведь это карта равноценного общения. Карта, когда мы учимся, ну, может быть, так, исследуя где-то чужой опыт. Или мы анализируем какую-то ситуацию, которая была прежде, и тоже как-то применяем к сегодняшним реалиям жизни. И в чем-то нам это означает победу. Здесь, безусловно, кубки эмоций. И у кого-то из вас может быть как переоценка ваших прежних отношений с какими-то сегодняшними реалиями. И это впоследствии будет побудительным мотивом вообще изменить свою личную жизнь. Какой-то другой ракурс, может быть, вы увидите какие-то вопросы, которые прежде у вас были очень болезненные по личной жизни. Здесь вы увидите их совершенно по-другому, непредвзято. Или для кого-то из вас, ну, прежнее недопонимание тут как раз может смениться на полный эмоциональный баланс. Вы, может быть, сумеете проговорить те темы даже для тех, кто, ну, может быть, те отношения, которые, как мы говорим, не сложились. Почему вот карта прошлого? Могут о себе напомнить как раз люди из прежнего союза или с тем, кем мы контактировали прежде. И здесь уже скорее вы найдете недостающее взаимопонимание, разберетесь с человеком или, может быть, если это касается документов, правда, такое может быть. Союз распался, но все равно иногда дети держат или еще какие-то ситуации, имущественные ситуации. Одним словом, шесть кубков, какая-то победа, удача в каком-то вопросе, который словно из прошлого и, может быть, с отношениями связан или вашей личной жизни, решается для вас, скорее всего, положительно. Или положительно для вашего партнера или для вашего друга-подруги. Но и для вас-то это какая-то радость, как будто тоже элемент, по крайней мере, радости или взаимосвязь какая-то с вами присутствует. Но две шестерки, вы знаете, вообще это сам по себе успешные, как и месяцы и периоды жизни. А для кого-то из вас, знаете, это может быть такая прелюдия отношений, те, которые были прежде, допустим, да, но они были в форме дружбы. А здесь эта дружба перейдет на новый этап развития, совершенно в новом ключе. Интересно, апрель, еще один паж, но, видимо, много идей, проектов или возможностей, или. Папажу Пентакли, ведь это карта обновления или элемент новизны. У кого-то банально на работе, ну, новые какие-то формы отчетов может проиграться, да, или новый руководитель, новый график работы, какие-то еще составляющие, когда вам себя, ну, так вот подкорректировать, словно обновить нужно. Или буквально обновить какой-то документ, потому что формы поменялись, регламент какой-то поменялся. Есть такой момент. Но это еще и обучение, карта, когда мы, опять же, открыты новому, мы что-то изучаем, и в последующем мы эти знания применим на практике. Причем так применим на практике, что еще эквивалент, у нас ведь все-таки Пентакли, денежный, как будто тоже вырастет. В последующем вот тот проект, который вы, может быть, начнете. В апреле, мои дорогие скорпионы, в последующем словно проиграется с хорошей прибылью. Вот такое может быть. Поэтому открытым миру или что-то изучать для вас будет очень полезно. Хотя для кого-то из вас это могут быть вопросы финансовой оплаты по поводу, ну, каких-то вопросов, связанные, опять же, с детьми. У кого-то может быть и так. Или начинаний. Но здесь просчет какой-то должен присутствовать, да. И тогда будет и удача, и успех. Или это какие-то новые люди, которые входят в вашу жизнь. И значит, как новое сотрудничество, вполне вероятно. И если мы говорим про удачу, про успех, ну, наверное, если присутствует элемент надежности или продолжение на долгий период времени. Если вы видите, что либо делом есть смысл заниматься, либо с человеком продолжать отношения, они как будто тоже пойдут с пользой. И это как и люди, так и дело вам принесут удачу и успех. Вот есть еще и такой аспект. Май. Еще один паж. Знаете, я бы сказала, у вас уже три пажа и две карты победы. Как, наверное, год будет богат и на идеи, на какие-то предложения, так и нововведения, новшества. У кого-то это придется, может быть, ну, какие-то составляющие по бизнесу пересмотреть. У кого-то из вас, мои дорогие, может быть, и по работе много будет новшеств, когда вам придется, ну, коррекцию, правда, либо своей деятельности по документам, например, да, вносить. Или идти в ногу со временем и себя словно уводить от каких-то прежних шаблонов. Но по пажу мечей проходит в первую очередь что? Когда мы ищем истину, правду, или мы хотим, допустим, узнать наверняка, стоит игра свеч или нет. Или получаем информацию, и нам нужно точно знать, что есть правда. Или, может быть, это фейк. И вот поэтому работа с информацией, вот такая безэмоциональная, может для вас означать в будущем, не совсем на этот месяц, потому что по пажу мечей никто ничего не форсирует. По крайней мере, карта как раз она не дает на это совет. Более того, она дает совет. Ты сначала просчитай, ты сначала собери информацию, ты сначала присмотрись. Но что-то, знаете, как проталкивать или продавливать какую-то свою идею. Вот этому не время. Или откликаться на чужую идею, которую нам преподносят как истину. Вот этому тоже как бы не самый лучший период. А вот именно узнать эту самую правду, истину, великолепно в мае. Может быть, вам и нужно где-то с учетом пожар Пентакли на апрель, правда, просчитать какую-то как бизнес-стратегию или бизнес-тактику на далекий период времени. И вы будете собирать информацию по конкретному человеку, по конкретному заведению. Просто помните, что вы как будто в этот период не должны ошибиться. Поэтому правильная работа с информацией для вас будет в течение года важна. И это мы говорим июнь. Король Пентакли может означать, как сам человек, например, который рожден под знаком Зодиака, стихии Земли. Телец Дева Козирог. Или имеет там асцендент и контакты с таким человеком. Само по себе сотрудничество. Вообще-то карта надежности. Если мы про энергетику. Эта карта достаточно статусная. И если мы про удачу и успех, конечно, в июне. Как и для себя обустроить, допустим, какие-то вопросы, связанные с жилищем. Как заработать денег. Как получить статус новый, если, допустим, вы хотите получить новую должность. Или как минимум продвинуться к этому. Или какие-то новые решения, может быть, в вашем бизнесе. Или, в принципе, начать личное дело. Ведь король Пентакли, точнее, что его отличает? Он как раз рассчитывает сам на себя. И для него нет ничего невозможного. Почему? Потому что он готов к неожиданностям. Он понимает, обстоятельства меняются. Люди меняются. И вот, наверное, его правильный, такой, знаете, очень реалистичный расчет. Помогает достичь как и статуса, так и финансового благополучия. Поэтому, конечно, карта, она приглашает и вас быть в этих же энергиях. Но и возможности как будто для вас будут. Может быть, это еще и поддержка для кого-то из вас, действительно, человека, который занимает высокий пост. Или человека, который, как я уже сказала, сделал себя сам. Или находится вот в этих энергиях. И тогда ваше положение, оно вдвойне будет более прочным, надежным. Вы будете себя более уверенным чувствовать. Ну и сами-то как будто не плашаем. Делаем или занимаемся только тем, что надежно. Вот посмотрите. Наверное, с самого начала года для вас это будет важно. Потому что у вас три пажа. Есть как будто желание или элемент обновления. Или это ваши посылы души, когда надоела мне рутина. Я действительно хочу каких-то добрых перемен. Но вот просчитать любой проект определенно стоит. И тогда у вас все получится. Июль. Да точно получится. Вы какому-то итогу как будто приводите. Приходите, может быть. Или ваша жизнь вас вот так сначала как будто переключит на новый проект, а потом подведет итог. Может быть, это вы переключитесь на какие-то новые задачи, дела, отношения. Такое вполне вероятно, мои дорогие. Или продолжение прежней истории, но уже в новом ключе. И в июле вы будете тоже проводить этот самый баланс. Потому что карта страшного суда о чем говорит? Это время само по себе. Мы как прощаемся с какой-то нашей прежней эпохой или жизненным этапом. И пороговое значение, когда мы уже смотрим в будущее. Очень добрая карта и суд, хоть и называется страшный, он совсем не страшный. Это карта избавления от боли. Это карта избавления от страданий. Вы точно с чем-то определитесь или увидите, знаете, как обстоят дела. Будь то по отношениям, будь то по работе, будь то по бизнесу. И нам говорят, смотри вот в прошлое как будто. Принимай все то, что приходит на твой порог. По этой карте словно высшие силы наблюдают, помогают вам. И для вас это будет, знаете, когда вы сможете отказаться от того, вот причем так рационально, спокойно, какую-то даже минусовую ситуацию, которая была в прошлом. Но еще, может быть, так вот цепляло, знаете, как осадочек. Ситуация ушла, осадочек остался. А здесь вы и это сможете отпустить, переведя в обычный опыт. И оно уже больше не цепляет нас эмоционально. Старший аркан. Здесь могут быть события, которых вы не сможете отменить. Всегда, когда старшие арканы, на нас влияют обстоятельства. Обстоятельства, которые находятся вот словно в обстановке, что вас окружает. Или меня смотрят люди из разных стран. Аркан – это значит, какая-то общий фон или общая ситуация именно в вашей местности. Или обстоятельства вашей жизни, которые складываются таким образом, что вы тоже подводите своего рода итоги. Но это по этой карте – это всегда освобождение. Идем дальше. Август. Еще один старший аркан, мои дорогие. Посмотрите, как интересно. Правда, тут если вот как нам астрологически говорят, умение ждать, да. И в принципе-то ведь нет никакой синкопы, нет торопливости. Ни в одной из карт, которые на первое полугодие. А вот она, наверное, эта активность начинается со второй половины года, 24-го. И здесь словно при поддержке высших сил. И правильном взаимодействии с новыми обстоятельствами. И плюс еще аркан справедливости. Знаете, примите к сведению, что то, что вы сделаете, может быть, в первой половине года, оно у вас действительно должно согласовываться с законом. Почему? Когда выпадает старший аркан справедливости, это всегда причинно-следственная связь. И поэтому, если мы прежде сделали что-то хорошо, значит, как будто мы и получаем такой же итог, результат, эквивалент. И если мы где-то там наследили, вот такая обраточка может и в нашу сторону прилететь. И поэтому что-то будет для вас очень важно просчитать. Будь то это отношения, будь то это финансы, будь то это ваши амбиции или какой-то рабочий проект. О чем нам говорит старший аркан справедливости? Будь честен сам с собой. И вот смотрите, если в первую половину года сами по себе карты не противоречат ни успеху, ни удаче, но нет какого-то, знаете, ускорения все же. А во вторую половину года выпадают старшие арканы. Вам придется как в июле, так и в августе учитывать фоновую обстановку обстоятельств, быть честным с самим собой, так и себе не навредить каким-то импульсам. Вот здесь держать эмоциональный баланс, видимо, для вас будет очень правильным. И если по первому аркану, точнее, тот, который выпадает на июль, страшный суд, нам говорят ведь тоже где-то про баланс. То есть есть то, чего мы не сможем ни отменить, ни изменить. И, значит, с душевным спокойствием как раз вот это и нужно принять. И дальше сохранять вот этот баланс. Хорошо, давайте мы посмотрим, что же в сентябре. В сентябре много людей, семерка жезлов. И самое главное по этой карте нам говорят, да, у тебя хватит сил парировать, да, у тебя хватит. Скорпион физической формы, чтобы выдержать какое-то напряжение или участвовать в какой-то многозадачности. Но о целесообразности, говорит эта карта, надо ли в этом участвовать. И по семерке жезлов, или вообще, что такое семерки? Это воздействие либо обстоятельств, либо людей на нас, когда, ну, как будто извне от нас, например, по данной карте, что-то нужно. И поэтому карта говорит, ты отступи полшага назад, оставь себе место для маневра, может быть, маневра по времени, чтобы успеть что-то переосмыслить, обдумать, прежде чем действовать. Может быть, и времени будет очень мало, но, значит, в чем-то все равно не ошибиться, в каком-то продолжении или в участии. Для вас это будет актуально, мои дорогие скорпионы. Ну, вот такая на сентябрь выпадает карта. Давайте посмотрим октябрь. У вас очень сильная позиция. Видимо, я могу предположить, посмотреть еще один старший аркан. Правда, поддержка высших сил вам точно обеспечена. И если не включиться в режим какой-то многозадачности, сохранить как свой статус, сохранить свои намерения, цели, правильно рассчитать силы, быть великим дипломатом, мои дорогие, вот тот баланс, о котором мы говорили, по старшему аркану справедливость. И уже в октябре абсолютно сильная позиция. Да, эта карта, несмотря на то, что она такая яркая, красочная, энергии много, но сама-то по себе карта похожа на карту мага. По-моему, карта мага – это где-то ваша карта, мои дорогие волшебники. Это карта манипуляций. И вот вам придется, как договариваться с людьми, или ловко, может быть, выходить из каких-то скользких ситуаций. Тут самое главное – сохранить свой статус, свою сильную позицию. И, ну, может, и придется быть серым кардиналом, но, видимо, на самосохранении и в то же время правильном приложении ваших усилий по вашим планам, проектам или потому, что для вас будет в этот период актуально. Чего бы тут ни касалось, сильная позиция, конечно, она вдохновляет, но вот эту силу нужно использовать очень аккуратно. Потому что у нас лев изображен, лев на цепочке. Это практически в любых картах Таро. О чем нам говорят? Эмоции на коротком поводке следует держать. Именно эмоциональность нам может помешать. Или, знаете, когда будет желание, может быть, с чем-то вы не согласны, или внутри все противится. И себя, правда, сдержать очень сложно. Но в последующем вы скажете себе спасибо, если не проявите горячность. Вот это как будто точно. Ноябрь. Шикарная карта. Шестерка Пентакли. Посмотрите, третья победа, если мы говорим в картах Таро. Шесть – это победа. Почему? Да потому что любая активность, она происходит в шесть стадий. Отсюда и, кто интересуется, гексограммы. По нумерологии шесть, как уже вершина наших действий. Поэтому и вторая победа. И в данном случае, если у вас выпала по каким-то начинаниям, да, карта заслуженного успеха, эмоциональный фон у нас, кубковая карта, то здесь Пентаклиевая. Поэтому как продуктивная работа, получение денег, когда вы уже профессионал, как и приходят деньги, но есть возможность еще и увеличить свой доход благодаря правильному расчету своих сил, или во что вы будете вкладываться, или чем вы будете заниматься, или как вы провзаимодействуете, может быть, с окружающими, я имею в виду руководителей, для тех, кто хочет получить новую должность, например. Об этом тоже говорит карта. Она сама по себе благополучна, как на деньги, так и где-то на наши амбиции. Шикарно. Ноябрь, декабрь смотрим. Ну, наверное, по прошествии этого года посмотрите вторая половина, действительно, года 24-го. Для вас удивительное время, мои дорогие скорпионы. И кто-то себе, может быть, тур какой-то по отдыху может организовать в декабре. Но хотя нам карта не совсем про отдых, она говорит о некоторой паузе, да, потому что человек нам показан, он повернулся спиной к прошлому, обратите внимание. Но он как будто в ожидании корабля, который зайдет в гавань. Он пока не предпринимает каких-то действий. Значит, это словно перезагрузка, может быть, у вас в декабре. Когда вы подведете очень хорошие итоги, у вас шикарная вторая половина года. Но правильно провзаимодействовать с людьми, с обстоятельствами, с событиями. Ну, наверное, быть магом, волшебником, иногда серым кардиналом вам придется. Но для вас нет ничего невозможного. Какая-то прежняя история, которая вас разочаровывала, она словно уходит от вас. Пространство, время, ваши ангелы-хранители помогают освободиться от какого-то груза, ненужного, прошлого, балласта. Назовите это так. Может быть, и оформить буквально юридические те документы, которые на какое-то время застряли, вы не могли это осуществить. Словно расставить все по местам. Мало что по местам, так еще и подписать, и печать поставить. Ведь у кого-то так может и проиграться. И вот эти новые перспективы, которые на декабрь, они как будто вас могут захватить как в виде нового проекта. Или для кого-то переезда в другую местность, смены места жительства, смены как ракурса вашей деятельности. Вас может что-то заинтересовать, и вы захотите себя в новом деле попробовать. Вообще, это карта якоря надежности и дальнейшего прогресса. Вот с такими итогами вы приходите, мои дорогие скорпионы, к декабрю. Прекрасный прогноз, но определенного внимания и усилий он потребует. Это 2024 год. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.